всем привет сегодня я нахожусь в гараже и как и обещал решил показать своего электротрокодила на котором буду кататься на дальнике этим летом что давайте посмотрим его поближе сразу пройдемся по навесному снаряжению тут у меня лежат различные запчасти небольшая аптечка снаряга некий мотоэкип эту сумку я планирую в ближайшем времени снять тут у меня лежит разные туристические снаряга для дальников про нее расскажу чуть попозже начнем сверху вниз как обычно колеса колеса 14 6 сантиметровые магниты собственно это стандартные колеса от спецоважа с 11 без каких бы то ни было переделок на них соответственно поставил купил у паши крыло кастом на и пыльнички они постоянно слетают поэтому их подвязал веревочкой в принципе пока еще ни разу не падали по самой вилки вилка стандартная саважевская но мороман не туда поставил гидрокартриджи работает очень удобно на мой вес прогватывается все на раз два три мото демпфер руля четыре фара это 3 арктики на ближний свет это 1 арктики на дальний свет гудочек тут я пришпандорил ручки для того чтобы можно было хоть как-то поднимать этот самокат здесь стоят поворотнички в эту сумку я кладу в дальники зарядное устройство здесь power банки кабели и прочие мелочевочка вот и здесь достаточно много поскольку заряжать здесь есть что на верхушке этой сумки и липучка на липучку прилеплены и велоперчатки на тот случай если они вдруг какой-то причине пригодятся переходим спереди руль по рулю очень классные гриппс и брукс они сделаны из обрезков настоящей кожи выглядит уже довольно неказисто но во-первых они толстые за них удобно держаться от них не натирается руки даже без каких-то него и перчаточек зажимается с двух сторон держится просто железобетонно здесь соответственно нашел очень интересные поворотнички наверное их удобство первую очередь заключается в том что они разнесены на концы руля соответственно их плюс-минус как-то видно вот но за зиму они уже разрядились придется менять батарейки они на батарейках светит они принципе достаточно ярко обычный замок зажигания обычный курок lh100 стандартной кнопки но про которые все знают сингл дуэка turbo здесь я поставил очень интересную штуковину это удлинитель руля в которого встроен маленький powerbank на две батарейки 18650 и таким образом коротким кабелем я могу заряжать телефон да кстати специально купил недорогой телефон там с батарейка на 10 махов китайоза но gps работает на покатушке как бы норм на эту длину руля собственно вынес ключ и вынес такие вот аккуратненькие часики на этой стороне у меня соответственно фары это фара включает соответственно дальний свет здесь трехпозиционный переключатель для ангельских глазок сейчас он выключен сейчас у нас включились ангельские глазки переключаем включает основное ближнее освещение вместе с соответственно ангельскими глазками мотоциклетные поворотники отличная тема пробовал кучу разных велосипедных зеркал зеркал но наилучшим выбором оказались именно мотоциклетные они во-первых дешевые они совершенно не люфтят они не вибрируют на ветру хороший обзор ну конечно из минусов то что недостаточно много весит и для какого-нибудь легкого самоката наверное даже избыточная что еще по рулю но в принципе тут у меня лежит прикручено два замка коротенький замок для того чтобы за него вешать пакет и вот такую колоночку да кстати забыл упомянуть прикрепил также к рулю сигналку стандартную там на алике за тысячу полторы продается но ни разу слава богу не пригождалось но есть пусть стоит пусть стоит тут у меня большой наймботовский крюк для сумок на котором успешно держится рюкзак с кучей необходимого снаряжения для дряньков про это расскажу в следующем обзоре сама штанга руля она как бы совершенно стандартная саважевская вот по гусю гуси длиненные с измененным углом наклона что в принципе для его самокат оказалось очень важно поскольку со стандартным гусем расстояние тут было слишком маленькая и порой дека прилетала в крыло из-за чего вот эти крепления крыльев меня постоянно ломались по самому мангалу мангал делал небезызвестный ромыч в этом мангале находится батка на 72 ампер часа на 60 вольт контроллеры синусная на 50 ампер в принципе мне более чем достаточно я за большой скоростью не гонюсь я гонюсь за дальностью пробега что еще помогал ну мангал на винтовых соединениях в принципе говорят это не очень хорошо но пока после предэксплуатационных поездок и после подкручивания всего что могу открутиться в принципе сколько езжу проблем никаких пока слава богу не знаю подножка мотоциклет на и стандартная убирается удобно клиренс сильно не съедает клиренс тут гигантский как видите на деку соответственно установлена ферма седла от того же ромыча очень рекомендую абсолютный монолит никаких люфтов ничего плюс у этой фермы шпандуре такой багажник по факту его не использую но может для чего тогда пригодится также на ферму интегрированы крепления для задних поворотников вот работают в паре но немножко есть эра синхрон в принципе не страшно на мой взгляд есть габаритный огонь который включается при активации английских глазок на арктиках чуть повыше по 7 долго искал седло своей мечты в итоге нашел его на ebay в австралии где-то за 5000 широкая удобная с реально большой жесткой задней спинкой на которую реально можно облокачиваться сюда я для различных грузов намотал веревочек жгутов и само это седло лежит на параллелограммном амортизационном штыре кстати именно под этот штырь и собственно сделан вот этот наклон фермы чтобы штырь работал правильно и в принципе на практике он работает правильно ездить на дальнике ну очень комфортно ну заднее колесо с ним все понятно то же самое что передние 14 дюймов покрышки тракторка то же самое мотор колесо тут лежат два воздушных аморта двухкамерных вот не знаю видно или нет я для них купил неопреновую защиту для того чтобы вся грязюка падала именно защиту она обошлась где-то полторы тысячи и в принципе вроде как себя оправдывает хотя на сто процентов от грязи конечно же не защищает рычаги задний отсекатель вот это в принципе конструкция отсекателя себя показала хорошо при всей своей дешевизне неказистости грязью спину каску не закидывала наверху к седлу прикручен вот такой интересный интеллектуальный стоп гасирон заряжается отдельно часов на 8 активной езды его хватает может даже где-то на 10 что он собственно делает он горит но при этом при торможении начинает гореть ну по ощущениям где-то раза в три ярче то есть работает как автоматический стоп-сигнал начинаете тормозить он начинает гореть ярче и эта функция принципе неплохо работает без каких-то особых нареканий так что еще можно рассказать про электро крокодила весит он мне кажется уже где-то за 80 килограмм вот мне он нравится тем что очень на нем удобно сидеть вот этот изогнутый руль который я себе купил он просто шикарен опять же вот этот изгиб а-ля чоперный он позволяет ехать долгое время даже вот с этим курком не устает не палец не устает кисть очень рад ну скажем так я на нем катался целый день без остановки чтобы выкатать батарейку и в принципе особой усталости как таковой не чувствую покажу самокат относительно более-менее дальнего расстояния как видно выглядит он достаточно дико и может быть страшно но самое главное что он надежный это как бы проверено на покатушках по бездорожью теперь уже на нем ничего не отвинчивается ничего не откручивается ничего не трескается по сути на нем можно ездить дальняк как бы без опасений для того что где-то на полпути он развалится на части и придется как-то чиниться вот собственно лежит мой зарядник удлинитель в дальняке соответственно все это беру с собой и кладу в черную сумку спереди если катаюсь на короткие расстояния чисто по москве то это соответственно собой не беру для подзарядки телефона колонок и прочей фигни принципе хватает пауэрбанка в принципе что здесь по желаемым доработкам за предыдущий год за предыдущую покатушку но на двух тысячах 500 километрах пришла пора менять подшипники займусь этим летом ну точнее весной у маромана еще из хотелок кажется трудно осуществимых это найти металлические крепления под вот эти арктики потому что пластику и не особо доверяю где-то он даже то местами начал трескаться хочу найти металлические но пока как-то безрезультатно еще считаю очень удачный вот подборку рюкзака и сумок по длине лямок он у меня получается прикреплен как то есть вот его основная лямка она проходит отгибает руль спускается снизу и проходит под креплением вилки из-за чего в принципе вся эта конструкция при поездке больно то не люфтит не шатается не скрипит не гремит и ведет себя очень довольно таки стабильно так принципе еще осталось время давайте пройдемся по содержимому сумки что я вожу с собой дальники тут у меня зажигалка специально туристическая ей довольно таки удобно что-либо разжигать за счет мощного пламени большого форм-фактора она не теряется газу сюда заливается достаточно много тут лежит жидкая для сигареты зажигалка запасная в нижнем отсеке у меня лежат набор шестигранников зарядные блоки нож походный мультитул разводной ключ пива для щепочницы фискарс то здесь принципе отсек для таких крупномасштабных увесистых инструментов но не настолько больших что для них нашлось место в основном отделение рюкзак кстати пошит рпс шмель очень советую качество материалов хорошая прочная кордура нитки не торчат фурнитура тоже классная всем в общем доволен в этом отделении лежит армированный скотч вдруг пригодится тут всякая мелочевка с колодками компрессорный насос насос для амортов высокого давления задних лежит вот такая запасная камера чехольчики и там вдалеке можно видеть пакетик с разными гаечками запасными на всякий случай большой отсек на текущий момент но практически пустой у него кладется как правило сухпаёк для выездов или какая часть наряжения сейчас я сюда сунул старые проверенные перчатки мотоциклетные хорошо продуваются летом них но по крайней мере не очень жарко или не так жарко как могло бы быть еще здесь можно видеть сидушку для сидения и можно видеть салфетки важными и там внизу видно красный автомобильный аптечек слава богу пока это все не пригождалось ну пусть лежит лишним не будет забыл упомянуть про маленькие кармашки тут лежит холодная сварка специально особо прочный скотч клей еще один клей тут лежит набор ключей для откручивания болтов колес для откручивания болтов подходящих размеров и так далее также на рюкзаке есть боковые стропы есть боковые карманы на текущий момент пустые но как правило я туда кладу бутылки с водой или термос здесь они сделаны на таких резинках поэтому все что сюда кладется не вылетает не теряется ну подытожу в итоге про самокат получилась исключительно дальнобойная штука средний пробег где-то 200 километров на одну поездку со средней скоростью 30-40 км в час с большей скоростью я стараюсь не кататься но кроме тех мест где это делать ну скажем так безопаснее если нужно двигаться именно в потоке с большой скоростью кататься не люблю потому что это уже получается не отдых не развлечение а какая-то напряжуха я больше сторонник спокойного умеренного катания разглядывания окрестностей и так далее вкратце упомяну экипировку в которой катаюсь это moto джинсы с защитой бедра защитой и коленей соответственно и интересная куртка которую купил в прошлом году и очень она не понравилась это инфо им рома обещается некое анти дождевое покрытие и в принципе да есть такой момент до какого-то предела вода с нее скатывается но особо конечно надеяться на это все-таки не стоит по защите здесь соответственно защита левел 2 защита локтей защита плеч защита спины за что она мне нравится так это за свой такой городской дизайн она нисколько не похожа на какой там это экип и допустим если двигаться с маленькой скоростью где-то по тротуару так сказать чилить то в этом экипе на вас не будут оглядываться мол какого фига мотоциклист делает на тротуаре конечно у меня есть шлем про шлем расскажу как-нибудь следующий раз потому что мы сейчас у меня дома они здесь и вкратце расскажу про экипировку которую беру с собой на дальние поездки на природу подробно наверное их разберем уже весной или летом когда я смогу их показать как это выглядит на практике сейчас пройдемся по элементам вкратце кстати совсем забыл упомянуть под рюкзаком тоже есть специальные лямочки на этих лямочках у меня прикреплен чехол для самоката ну как сказать чехол для самоката это по большому счету куплен на алиэкспрессе чехол для скутера от дождя принципе если остановить ночевку на природе всегда оборачиваю самокат в этот чехол по той простой причине чтобы утренний конденсат не откладывался на самокат ну как минимум я считаю это продлевает срок службы техники избавляет от скрипов да и в целом так как спокойно определенная часть туристической экипировки у меня лежит здесь это дождевик соответственно на случай дождя легкий тоже куплен на алиэкспрессе очень нравится как открывается по периметру эта сумка вот собственно мы можем видеть вот этот самый дождевичок он принципе дышащий в нем сделаны вентиляционные отверстия в дождь на нем ездил в принципе все ок надеваю прям поверх мотоэкипировки капюшончик застегнул и катаешься себе спокойненько да еще забыл упомянуть по сути самую важную часть в хорошем самокате тормозная система как видно тормозная система стоит магура мт-5 е ставил ее у лени раптора за конские в общем-то бабки но аналогов ты в наличии документ других вариантов не было поставили в принципе хорошо по ощущениям от торможения очень положительная поскольку для электросамоката такого веса стандартных натов ксодов уже маловато эти тормозят ну прямо таки уверенно то есть в отличие от тех же натов ты четко знаешь какой у тебя будет тормозной путь и можно четко удерживать электросамокат от заноса при экстренном торможении в общем если у вас тяжелый электросамокат рекомендую ставить магура у каких-то таких бюджетных аналогов пока не встречал но если где-то услышу то наверное сообщу но собственно пройдемся по снаряжению которое беру с собой на один-двух дневные походы с ночевкой соответственно на природе ну начну с титановой лопатки поскольку она ближе всех к моей руке над я ее использую для того чтобы окапывать все место под свою щепочницу в избежание пожаров допустим хвойных лесах следующий элемент снаряжения это раскладной стол и стул очень рекомендую ездить с ними поскольку допустим сидеть вечером перед костром на каком-то пеньке кушать земли очень удобно эти две вещи в сумме стоит там тысяч четыре на алике улучшает комфорт на все 200 процентов когда езжу в поход их соответственно прикрепляю вот сюда сбоку за эти стяжечки вот их тут две штуки не выпадают тут у меня маленький кухонный набор как видно он уже изрядно подкоптился что мы здесь имеем титановый котелок на литр титановую маленький котелок на 700 граммов кружечку титановую щепочница здесь вот видно перчаточки для того чтобы щепочницу разбирать и не пачкать руки ну и тут всякая мелочевка типа спичек сухого спирта и так далее тут у меня лежит гамачный комплект люблю начать именно в гамаке не в палатке потому что гамак можно ставить где угодно невзирая на состояние поверхности он не пачкается потому что нет контакта землей спать на нем удобнее гораздо в разы удобнее весят принципе но плюс-минус только же как палатка но за счет комфорта выигрывает просто многократно тут у меня комплект купленный у глеба скоробогатого если не знаете кто такой на гуглите это соответственно анти москитный костюм которого боятся комары и это же одновременно ночная одежда для гамака то есть я надеваю на себя это сижу перед костром комары не кусают мошки не кусают проверено ткань дышащая никакой электростатики и в ней же в принципе я и сплю в гамаке грязь к ней не прилипает стоит недешево но оно того в принципе стоит поскольку можно будет забыть про комаров полностью а тут у меня комплект утепления сейчас он такой большой потому что хранить пуховое снаряжение в кукожном виде не рекомендуется здесь андерквилд для гамака вот что типа пуховые подстежки под низ пуховое же одеяло пуховая подушечка если это все скукожить то это помещается он в тот желтый гермомешок и спокойно усаживается вот сюда например на ребра стульчика седла еще от скоробогатого у меня в гамаке лежит комплект его ну скажем так какого-то аналога спас одеяла такая серебристая ткань металлизированная но в отличие от спас одеяла она не шуршит она прочно легкая я его вешаю над гамаком если становится холодная штука реально согревающая но в принципе на всякий случай если будет совсем холодно у меня с собой я беру бензиновую грелку на всякий случай и теплоиды вот здесь у меня лежат такие запасные штуки когда мне нужно в поход я беру ее нужно мне количество теплоиды разогреватель пищи если надо где-то поесть там где костер разводить не получится набор одноразовых приборов но для коротких покатушек и запасная кружечка еще по снаряжению купил себе набор фильтра для воды ну принципе вряд ли мне когда-то понадобится но чисто по приколу хочу весной его протестить как это выглядит хоп это комплект состоит собственно из самого фильтра шприца для накачки воды бутылочки трубочки но принцип действия простой и набирается вода или просто полторашку можно привинтить к нему под своим весом она отсадится отсюда сквозь трубочку туда куда вам собственно говоря нужно здесь еще есть боковой карманчик куда я положил своих пайков очистители воды хлорные в принципе логично чтобы они были здесь поскольку я думаю есть такая мысль что если процедить воду сквозь этот фильтр добавить туда хлорную таблетку да еще и прокипятить то воду можно будет пить там действительно из любой лужи грязно-мутную вообще пофиг еще один компонент снаряжения про который можно упомянуть это термуха дайнези и как она там правильно читается термуха она принципе реально работает когда в общем-то одеваешь ее под мотоэкипп летом в нем иногда реально бывает прохладно когда допустим ты открываешь ворот и ветер проходит по тебе испаряемость мгновенная в принципе реально охлаждает сделан из ткани кулмакс так называемый но типа фишка этой ткани в том что она влагу с тела распространяет по большой поверхности за счет чего площадь испарения повышается и согласно физике из-за эффективности испарения температура вашего тела тоже более эффективно скажем так понижается например где-то на каком-то мотофоруме смотрел фишку в том что если поранить руку скажем так то обычно кровь там вытекать несколько кабелями и все а тут можно сказать тут пол термухи будет заляпана кровью потому что очень эффективно за счет капиллярного эффекта жидкость распространяется по поверхности термухи вот а так здесь на столе лежит всякий неиспользуемый хлам крыло которое пока так еще не могу продать на арнтенции оставлю путь будет как запасным ну конечно же смазка уточка уточка сломалась катался с этой уточкой обломалось крепление во время штурма болот возле дубны там он вдалеке лежит из-за рюкзака интегрированная пенка складывающиеся но я ее не использую с гамаком то есть все карематы пенки и прочая фигня попросту не нужна вот кстати сам рюкзак при желании все это снаряжение можно запихнуть в него тут мы видим разделочную доску чтобы чистить картофель для ухи это тоже серебристый каремат утеплитель но тоже его не использовал это с тех времен когда я использовал палатки но сейчас перешел на гамак и в принципе всем рекомендую конечно же покажу все снаряжение в действие летом попробую снять видео но думаю первый выезд будет где-то в апреле мая и покажу как это все работает на практике что с помощью этого снаряжения этого самоката можно двигаться на какие угодно дальние расстояния надо только перемежаться по ночевкам ночевать один раз в отеле чтобы иметь возможность подзарядить самокат один раз можно ночевать на природе соответственно запас хода как бы позволяет собой в принципе везется необходимое количество запчастей которые с большой долей вероятности практически любую неисправность помогут привести к тому виду что хотя бы на руках но можно будет дотащить докатить точнее самокат до точки скажем так эвакуация но конечно в безлюдную тайгу сибири кататься на электросамокате я бы не советовал поскольку если что-то с ним случится то вряд ли долго вы сможете прокатить придется где-то там наверное оставить но пока чуть-чуть фу серьезных поломок не было последнюю точнее в предпоследнюю длительную покатушку пробираясь сквозь бурелом были отломаны поворотники было поломано крылья бы сучки это все было заменено поворотники поставлены более удачные которые кажется будут работать несколько получше предыдущих на изгиб пока техника сядет показывает исключительно с хорошей стороны на этом всем спасибо всем пока до новых встреч